Друзья, вашему вниманию предоставляется канал Антона Морчука. Парень снимает спортивные видео, обучающий видео по выходам, горизонту, переднему вису и другим силовым элементам. И готов поделиться с вами личной программой тренировок. Заходите на канал, смотрите, подписывайтесь. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это 10 советов эктоморфу, как набрать мышечную массу. Только не пишите в комментариях сразу же, что у меня ноги друщавые. У меня ноги нормальные, это коленки друщавые просто. Итак, погнали! Первый совет, это нужно выполнять эктоморфу меньше активности. Вы не должны тренироваться целыми днями. Если вы занимаетесь футболом и хотите накачаться, то вам не нужно совмещать, например, футбол и тренировку по бодибилдингу в один день. Это неправильно, потому что у вас будет сжечься очень много калорий. Вы должны просто по максимуму ограничить свою физическую активность. Второй совет, вы должны тренироваться максимум 45 минут. То есть 40-45 минут, не больше, потому что после 40 минут жир начинает активно сгорать. А так как у эктоморфов нету практически жира, у них начинают сгорать мышцы. Вам это не надо, нам это не надо, нужно, чтобы мышцы росли. Третий совет, нужно делать минимум кардиотренировок, либо их не делать вообще. Здесь причина такая же. Если вы хотите набирать мышечную массу, то вам нужно ограничить по максимуму ваши затраты энергии. Совет номер 4. Есть всегда и везде. Где бы вы ни находились, везде кушайте. Совет номер 5. Есть больше углеводов. Даже можно включать в свой рацион быстрые углеводы, сладости, булочки, всякие конфеты, шоколадки и так далее. Можете питаться в Макдональдсе и иногда читмились, потому что, знаете, Дэвида Лейда, он жрет просто по 4000 калорий в день, питается в Макдональдсе и практически не следит за своим питанием. Чем больше калорий эктоморф получает в день, тем лучше. Калорийность вашего дневного рациона должна быть на 500-600 калорий больше вашей нормы. То есть больше вашей дневной нормы. Вы должны высчитать вашу норму и увеличить это на 500-600, может даже 700 калорий, если масса не будет расти. Как я и сказал, чем больше вы едите, тем для вас лучше. Совет номер 7. Вам нужно затариться спортпитом, потому что эктоморфу есть очень много надо, поэтому он не сможет столько съедать. И вам нужно будет заменять вот эти приемы пищи, некоторые 1-2 приема пищи, спортпитом. Очень хорошо помогает гейнер, потому что там есть довольно большое количество углеводов, то, что нужно эктоморфу, там где-то от 70 до 80 углеводов. И также где-то 20-25-30 граммов белка, поэтому покупайте гейнер, заменяйте пару приемов пищи. Совет номер 8. Делать больше много суставных базовых упражнений. Почему? Потому что когда вы качаете большие группы мышц, такие как грудь, спина, ноги, то выделяется больше анаболических гормонов, такие как тестостерон, гормон роста. И эти гормоны, естественно, они позволяют вашим мышцам расти, и ваши мышцы будут расти больше. Совет номер 9. Кушать каждые 2-3 часа от 5 до 7 раз в день. И последний совет номер 10. Вы не должны задрачивать ваш пресс. Вэктоморф, он от рождения у вас есть. Но, если вы хотите его подкачать, вам нужно делать 1-2 раза в неделю, не больше. Не надо его задрачивать. Поэтому качайте в основном большие группы мышц, которые будут строить вашу массу, объем, да, ваш вообще, объем тела. Это грудь, это спина, это ноги, плечи, чтобы была V-образная фигура. Не задрачивайте выпресс, не задрачивайте бицепсы, не задрачивайте трицепсы. Вам нужно, чтобы у вас набралась масса, объем, общий объем вашего тела. Если вы считаете мои советы полезными, то подпишитесь на канал обязательно. Поставьте лайк, потому что кто ставит лайки, у того продлевается жизнь. Поставили лайк? Нет? Поставьте. Поставьте колокольчик также. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok